здравствуйте уважаемые коллеги в этом материале я хочу поговорить с вами на тему резюме в последнее время мне пришлось обратить внимание на то что очень многие если не большинство не имеют четкого представления о том что такое резюме или как его еще называют сиви кирикулум вита так сложилось что на рынке рабочей силы в морском транспорте этим термином называют информацию о человеке которая включает его послужной список список судов на которых человек работал информацию о имеющихся дипломах сертификатах а также другая информация человеке для его идентификации начиная от имени фамилии даты рождения и заканчивая размером ботинок на сегодняшний день в переписке касающейся найма моряка на судно можно услышать фразу пришлите мне свое сиви и надо поднимать под словом сиви агенты имеют в виду именно вот эту вот информацию еще лет 10-15 назад в переписке термин сиви широко не использовался использовался термин application форм собственно такое было заглавие у документов в котором перечислялся послужной список сертификаты а также базовая информация о моряке application или если сказать это форме глагола то apply в данном контексте будет означать подать свою кандидатуру на какую-либо должность однако из-за того что крюинговые агенты начали повсеместно использовать термин сиви термин application форм оказался вытесненным возможно благодаря тому что написать в переписке сиви это гораздо короче и собственно нет никаких проблем в том что термином сиви называют набор данных о человеке с весьма узким профилем ровно до тех пор пока моряк не начнет думать о устройстве на береговую работу и не начнет просматривать публикации с предложениями в которых попросят прислать сиви и в итоге мы часто имеем такую ситуацию что моряк откликается на какую-либо вакансию и в ответ на запрос шлет свое сиви но проблема в том что для рекрутера то что он прислал это мало о чем говорящий набор данных следовательно при избытке кандидатов человек который подал свой application форм вместо сиви вряд ли будет иметь успех поэтому следует четко понимать чем отличается application форм моряка то есть сиви моряка и сиви берегового человека во первых резюме берегового человека не имеет четкой структуры и ограничений по объему вы можете иметь резюме на одну страницу а можете на 5 страниц главное чтобы за его содержание зацепился глаз работодателя или рекрутера во вторых в резюме берегового человека есть место для творческого подхода в описании вашего опыта и квалификации в отличие кстати от резюме моряка где значение имеют лишь специализация опыт и надежность человека который кстати тоже судят из опыта то есть послужного списка в резюме берегового человека все не так то насколько вы покажетесь подходящим зависит от того как вы себя распишите и это большая проблема для моряков потому что они не готовы к этому потому что в прошлом для того чтобы себя продать им нужно было лишь показать свой послужной список и сертификаты в попытках найти работу на берегу тут все по-другому и при отсутствии фантазии 10-15 лет трудовой деятельности могут вместиться в каких-то две строчки поэтому нужно включать фантазию или если ее нет обращаться к специалистам по вопросам составления резюме дело в том что у рекрутеров и и чаров в современной корпоративной среде сложился определенный язык которым они описывают человеческие ресурсы и к удивлению моряка это будут термины и концепции с которыми он никогда не встречался поэтому позволю сделать себе утверждение что без посторонней помощи сделать себе резюме для работы на берегу у моряка вряд ли получится он просто не знает того языка на котором нужно себя продавать важно то что людям порой приходится переписывать свое резюме отдельно под разные должности и разные виды деятельности ведь главное не показать какой вы классная главное показать что вы идеально подходите под эту должность и когда имеешь дело с резюме избыток опыта образования и квалификации может быть настолько же вреден как и их недостаток поэтому вполне обычное дело когда данные о своем бэкграунде искажают и не только в сторону завышения а также в сторону занижения это называется сверх квалификации когда на одного супер опытного на рынке находится 10 людей с минимальным опытом способных делать эту работу в сети можно найти много разных шаблонов резюме и общее требование заключается в их читабельности лаконичности и опрятности потому как по этому листку бумаги будут судить о вас другого шанса представиться у вас не будет одна из причин почему режимы распространяются предпочтительно в pdf формате это потому что адресат увидит ваши резюме в том виде в котором вы его создали они в том виде в котором они откроются в текстовом редакторе и чтобы понимали о чем идет речь давайте разберем структуру одного из базовых шаблонов резюме в этом месте большими буквами написано ваше имя строчкой ниже буквами поменьше следует написать ваш титул что такое титул title это означает должность или профессиональное звание которое занимает человек на текущем или предыдущем месте работы например менеджер инженер по программному обеспечению и так далее и так далее но смысл в том что она отражает вашу роль и уровень ответственности в компании здесь вы рассказываете о себе например если вы собираетесь работать дворником пишите что-то вроде я 35-летний молодой мотивированный опытный специалист по уборке улицы постоянно развивающий свою экспертность в комфортной и продуктивной среде ну что-то вроде того в общем писать нужно что хотите главное чтобы это попало в цель вообще если вы не поняли пустого трюпа на бережку очень много и порой если вы не будете играть по этим правилам то успеха будет трудно добиться помню как-то раз мне попалась на глаза режимы одного индуса который перед тем как попасть в офис сделал один контракт капитаном так вот он расписал это дело на целых три абзаца хотя на самом деле это можно было бы вместить в одну фразу командовал судном здесь речь идет о вашем образовании где когда учился и какую квалификацию приобрел а тут расписываем свой опыт работы в какой компании в какой период времени на какой должности что самое главное что вы там делали какие задачи какие функции там исполняли и как вы понимаете выглядеть это должно быть так как будто у вас опыт такой что вы просто идеально подходите здесь идет перечисление ваших навыков что очень важно если нужно будет сидеть за компьютером пишите что вы продвинутый пользователь пк если нужно будет бегать как сраный веник и затыкать дырки то тут то там пишем что вы многозадачный если эта работа где вас будут посылать нафиг по три раза в день то пишем что вы стрессоустойчивые если вам предстоит решать сложные задачи непонятно какими ресурсами и инструментами пишем что вы человек который решает проблемы в общем главное чтобы этот набор навыков был максимально подходящим к должности на которую вы идете здесь следует указать достижение на вашей прошлой работе например если вы дворник можете указать что вы на прошлом месте работы внедрили механизацию для чистки бордюров и сливных решеток и двор который вы обслуживали получил награду в номинации чистый и уютный дворик 2023 ну а здесь вы указываете ваши контактные данные на случай если после прочтения вашего резюме с вами захотят связаться и назначить интервью и очень важно чтобы ваши имейлы были читабельными чтобы ваш номер телефона было легко набрать и в общем связаться с вами не представляла собой никаких проблем помимо этих контактных данных как правило указывают свое резидентство где ты живешь в каком городе и часто это один из определяющих факторов в выборе кандидата потому что лучше мы возьмем того кто живет здесь в этой стране в этом городе в этом районе помимо перечисленного в резюме могут указываться языки на которых вы разговариваете и уровень владения какие-то дополнительные вещи например если нужно будет водить машину вы пишете что у вас есть права такой то категории можете указать контактные данные человека который может за вас поручиться из вашего начальства на прошлой работе также в шаблон резюме может быть включена фотография главное чтобы это была фотография в деловом стиле по наблюдениям природного чувства стиля бог дает далеко не всем если вы не уверены своем но при этом хотите серьезно подойти к вопросу рекомендую поставить задачу создания деловой фотографии для вашего резюме профессиональному фотографу ведь это не тиндер и не инстаграм и выбирают тут человека под другим критериям в общем нужна всякая информация которая полезна и имеет значение для новой работы где-то нужно сделать резюме попроще где-то усложнить ясно одно в большинстве случаев даже если вы очень хорошо оформите свое резюме под какую-то конкретную должности компанию ваши шансы получить работу зачастую невелики потому как современная корпоративная среда зажралась людьми и требует идеального совпадения профиля при том чтобы самим особо не суетиться и много денег не платить в итоге получается что в процессе активного поиска работы на написание резюме и сопроводительного письма уходит так много времени что по объему это сопоставимо с работой в офисе кстати говоря по поводу сопроводительного письма это как мне кажется некий защитный механизм для того чтобы вы не рассылали свое резюме налево и направо чтобы вы им не спамили в общем они рассматривают кандидатов серьезно только тех у которых есть сопроводительное письмо если вкратце это еще дополнительное письмо вашим будущим работодателям о том что вы такой классный подходите под эту работу что вы настолько мотивированы и что вы хотите эту работу и что вы уверены что впереди у вас много десятилетий продуктивного сотрудничества и так далее да и сопроводительное письмо это также что-то что нужно прикладывать к резюме и на оформление всего этого уходит много времени плюс прибавьте сам по себе поиск работы когда вы разыскиваете компанию разыскиваете вакансию в итоге получается что это очень энергозатратные и время затратный процесс короче я надеюсь что теперь у вас уважаемые коллеги есть четкое представление о том что такое резюме берегового человека и чем она отличается от резюме моряка если после какого-то количества лет работы на судне вы решите устроиться на бережку то вам понадобится либо заплатить кому-то чтобы они разработали для вас резюме либо потратить свое собственное время и силы на изучение опыта тех кто прошел схожи с вами путь до вас на этом все если есть вопросы добро пожаловать в комментарии если есть информация была для вас полезной вы знаете что делать с вами был капитан тимур до связи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok